Интересно было бы от вас услышать какое-то определение, что же такое все-таки военно-патриотические фильмы, и действительно так ли они отличаются, военные и патриотические фильмы, действительно разное ли это кино? Военные и патриотические, вы знаете, тогда нужно уточнить, что мы понимаем под патриотизмом вообще, что мы подразумеваем под понятием национальной гордости. Как там у Лермонтова? Ни слава, купленная кровью, ни полный гордого доверия покой. Это уже великого нашего поэта не трогать, но поэт-то наш, русский, великий. И он есть наша национальная гордость. Вот что есть, за что гордиться, чем гордиться нам, принадлежностью к этой стране, принадлежностью к этой истории, это очень интересная проблема. Очень интересная проблема. Вы знаете, для меня формула патриотизма, это фраза Сергея Довлатова. О, Господи, какое счастье, какая незаслуженная милость, я знаю русский алфавит. И пример, который я очень люблю приводить. Результаты русско-японской войны. Кто победил в русско-японской войне? Ну, однозначно, Россия потерпела чудовищное поражение. Цусима, крейсер «Варяг» и так далее, и тому подобное. Впрочем, отдельные представители армии продемонстрировали свое геройство. Ну, хорошо, Россия, Российская империя проиграла. Не так ли? А что? Вот Российская империя проиграла. А Россия? Проиграла ли? В десятых годах, двадцатого столетия, японский образованный молодой человек, вспоминал великий Акутагава, мог не знать свою классику, ему бы легче простили это, чем незнание русской литературы. К середине десятых годов Японии выходит, Япония, стране, как вы понимаете, чрезвычайно замкнутой, изолированной от мира, и на том, вроде бы, стоящей, выходит двадцать с чем-то томов прозы, переведенной на японские прозы Достоевского, и сорок с чем-то, не помню сколько точно, томов сочинений Льва Толстого. Вот это соприкосновение с враждующей стороной вызывает автоматически какой-то, ну, необходимость знания противника, что он из себя представляет. Когда появляется эта необходимость, приходится углубиться, да, и вдруг в результате они открывают, Япония открывает для себя русскую культуру и становится практически ее пленником. Кто в данном случае победил? Русская культура и есть, на мой взгляд, главное достояние, а главная русская культура с ее всемирной отзывчивостью, по словам того же Достоевского, и есть, на мой взгляд, главное национальное достояние, главный предмет национальной гордости. Я русский. Это значит, что я думаю, говорю и чувствую на языке, который был во многом создан нашим удивительным Пушкиным. Языком, на котором говорили, думали, чувствовали Толстой, Чехов, Мандельштам, Пастернак, Платонов и так далее и тому подобное. Понимаете, вот интересно, вот вы спросили, военное воспитание, патриотическое воспитание, можно ли назвать военно-патриотическим фильмом «Балладу о солдате»? «Балладу о солдате», которая перед тем, как получить ленинскую премию, вызвала такой чудовищный скандал по завершению, который грозил ее постановщику, Григориеву Чухраю, партийным билетом. Но Чухрай, который прошел две войны, финскую и Великую Отечественную, Чухрай, который провел ее в десантных войсках, и сам черт ему был не брат, в ответ на угрозу сказал, положить партийный билет, сказал, черт с вами, я положу картину, не отдам. А почему? Так ее же обвиняли в пессимизме. Как может быть, что наш простой солдат в конце погибает? А что же вы такое устраиваете? Как же воспримет это зритель? Или другой упрек? В чем здесь солдат? Он рядовой. Что он может увидеть из своего окопа? Вы покажите генерала, который вот едет в тыл, генерал он же может столько сделать, и так далее, и тому подобное. И когда, вы, наверное, знаете эту историю, картину, картину все-таки упорства, отвага, солдатская, заметьте, отвага, фронтовика Григория Чухрая спасла, ну и выпустили третьим, по третьей категории, то есть вне столиц, основные столицы Ленинграда и столиц союзных республик. Третьим экраном, и когда у Целинников «Комсомольская правда» делала опрос, анкетировали, начало, значит, социологии уже вот теперь, какой фильм из порассмотренных в этом году наиболее запомнился, запомнился они, стали отвечать, была на солдате, от Жубей, тогдашний редактор, заинтересовался, что за картина, про которую он ничего не знает, посмотрел, потрясенный вызвал своего теси Никиту Хрущева, Хрущева посмотрел и распорядился этой картине дать «Зеленую улицу», вообще отправить ее в Канны. И вот интересно, в Каннах идет эта картина, естественно, потрясение, получает Советский Союз один из главных призов, за лучшую программу художественных фильмов, это что, «Блада солдатик» и «Дама собачка», тоже вот показатель. И вот Клод Шаброль, один из ведущих режиссеров, тогда еще не классик, но один уже из ведущих режиссеров французской «Новой волны», пишет ему открытое письмо. Я никак не могу найти его подлинник, вот читал, значит, выдержка в нашей литературе, смысл письма Шаброля был вот чем. Ну что ж такое? Ну вот, вы вообще, у вас жизнь такая страшная, и система у вас тоталитарная, и тем не менее, вы можете, история у вас чудовищная, трагедийная, и вы можете создавать фильмы такие светлые, у вас такие свободные человеческие чувства, и такая вера в победу человеческую. А мы ничего не можем сказать, кроме того, до чего же страшна наша жизнь, не продохнуть. Понимаете? Вот это про, вот это понятно, патриотическое воспитание. Когда ты принадлежишь, когда ты пользуешься этим языком, когда ты знаешь, что ты живешь в стране, которая дала миру такое кино, ты действительно проникаешься гордостью, то есть чувством, патриотизма. что касается того, что касается готовности, которая тебя требует государство. В любой момент идти и убиться, они говорят, за Родину. Ну, а кто воплощение Родины в такой системе государства? Ну, естественно, властитель, отец нас, национальный лидер. Вы знаете, это ни к чему хорошему не приводит, даже тогда, когда подчас срабатывает. Потому что, пускай в таком случае лидер говорит, ребята, идите убейтесь, значит, за нашу, ну, я готов, за нашу страну, а я, в свою очередь, готов в любой момент идти убиться за вас. Ну, почему-то никто об этом и этого не говорил. Ни Молотов, ни Сталин, ни нынешний наш национальный лидер. Опять же, умрем под Москвой. Ну, пожалуйста, идите умирайте, хотя вы это, конечно, вырежете. Но, хотел бы я посмотреть, как эти товарищи будут умирать под Москвой, и за что, и в столкновении с кем. Поэтому, должен сказать, что непосредственная агитация, кино как средство пропаганды и агитации, особенно военной пропаганды и агитации. Опыт использования кино для военной пропаганды у нас насчитывает уже, да, практически столетия, без двух лет. Потому что уже в 14-м году, с началом Первой мировой войны, наш кинематограф сразу ответил на начало военных событий целым залпом агиток. Причем, кроме всего прочего, был создан специальный, при военном министерстве, специальный Скобелевский кинокомитет. Скорее, Скобелев, не в честь знаменитого генерала, его уже, как вы знаете, не было в живых, а назывался по имени руководителя комитета, которым, между прочим, был член РСДРП меньшиняков. Социал-демократ был. Тем не менее. И вот агитация была, такой массированный агитационный удар, разный по жанрам, экранизации очерков, например, то есть попытка чуть ли не, господи, инценировки хроники, там подвиг сестры милосердия, короче, Юлии Ивановой, или там еврей-доброволец, или киноплакаты «Долой немецкая ига», или, господи, «Эдвер Паша, предатель Турции», или вот полудокументальный Яков Александрович Протазанов снимает «Рождество в окопах», как вы понимаете, это уже рубеж 14-15 года. Ну и что? Проходит, да, проходит полгода, и кино, вот эти военные агитки, как корову языком слезало. Начинается вторая волна погромов немецких, ну, понятно, почему. Первые перебои с продовольствием, а бьют, естественно, в первую очередь, громят магазины, принадлежащие немецким подданным, или людям с немецкими фамилиями. Между прочим, у нас одна из крупнейших кинофирм в раннем русском кино, это фирма Тимон Рейнгард, и Павел Густавич Тимон действительно немецкой подданы. Первая попытка погрома была еще летом 14-го года, но тогда они выставили, успели выставить в окне конторы плакат фильма, повествующего о подвигах казака Козьмы Кричкова. Пронесло. В 15-м году все-таки Тимона, как немецкого подданного, выслали. Фирма осталась, жена его, русская, которая была российской подданной, вела, но фирма пошатнулась, что, впрочем, не столь важно. А важно вот что. Почему эти фильмы через полгода сходят? Сложности, это понятно. Сложности военного быта, война затягивается, скорой победоносной не получается. Ну ладно. Но еще одна подробность. Где-то через несколько месяцев, после объявления войны, Министерство просвещения издает циркуляр, запрещающий гимназистам посещать кинематограф за исключением специальных программ для детских, собственно, программ, для детей и юношества. Почему? А потому, что учащаются случаи побегов на фронт. Наиболее благодарным зрителям этих агиток оказывается именно, оказываются именно дети. А вот детей пускать перестают. А взрослые? Взрослым эта тематика не нужна. надо сказать, что кино еще одна из причин, по которым кино 15-16 года стремительно, я сказал, даже бы болезненно взрослеет у нас. Ну, естественно, какой гимназист, это уже сделано без оглядки на детскую аудиторию полной, и какой гимназист будет смотреть мелодрамы, салонные мелодрамы Бауэра или Сатану Ликующего. Это, так сказать, для этого возраста куда интереснее сериалы про Соньку Золотую Ручку разбойника Васьки Чуркина. А еще более всего интересны первые французские, а потом становящиеся американским, потому что их продолжает выпускать американское отделение фильм Гома, авантюрные сериалы. А вообще интересно, что война, Первая мировая война, она оказалась чрезвычайным важным стимулом для развития русской кинопромышленности. А отсутствие были перекрыты многие каналы импорта зарубежной продукции. и поэтому а зритель-то требовал и поэтому наше кинопроизводство стало расти буквально как на дрожжах. Скажем, в отличие от немецкого наши догадались, что можно делать, что сейчас самое время делать кино, развивать кинопроизводство. Немцы сочли, что им не до этого во время войны. Кстати, вся Западная Европа можно сказать на этом погорела, стала стремительно хереть кинопромышленность и в первую очередь и Германии, Франции, в конце концов в Италии, которые накануне Первой мировой войны задавали тонны. Здесь как раз Америка, Голливуд стал снабжать Западную Европу, а Россия своим пробавлялась. Когда, скажем, Гинденбург понял, что кино средство пропаганды, агитации и поднятия настроения у населения, это уже было 17-е годы и все уже было поздно. Так что детская аудитория оказалась для Агиток наиболее благодарной, а последствия были достаточно сомнительные. И вот эта закономерность сыграет еще злую шутку с аудиторией и с кинематографом подобного рода у нас в конце 30-х годов. Потому что есть и это уже второй раздел нашей грандиозной программы в советском советское кино создало уникальный практически не имеющий прецедентов жанр, который просуществовал с наверное с точки зрения исторической протяженности не так уже долго, но достаточно значительно где-то полтора десятка лет середины 20-х до конца 30-х годов. это жанр так называемого оборонного фильма, потому что нацелено был обыватель советский на будущую войну. Его воспитывали в ожидании этой войны, которая должна была естественно войны всемирной, мировой революции, мировой революционной войны, которая должна была разрубить все горниевые узлы мировой политики с одной стороны и его частной жизни, с другой хотя бы материальной, потому что на необходимость крепить оборону списывались прежде всего все материальные лишения, которые сопровождали чем дальше, тем больше советского обывателя середины 20-х годов. И вот это кино о будущей войне, которое собственно первая волна игровых фильмов о будущей войне появилась в начале 30-х годов, надо сказать, что в этом жанре было сделано за 15 лет не менее двух, а то и трех десятков игровых только картин. и это были фильмы о том, как мы победим, противник был достаточно откровен, ну как точнее спромулировать, никогда не называлась страна, с которой мы будем воевать, но были очень внятные указания. В первой волне таких картин, вернее, ну сначала это был мировой империализм, и в середине 20-х годов химическая война, авиационная война, это была вообще фантастика, это был обобщенный мировой империализм, так появился действительно очень лихой фильм Семена Тимошенко, будущего нашего замечательного комедиографа, создателя небесного тихохода и вратаря, Наполеон Газ. Вот начинается вот в первой волне враг, скажем так, завуалирован очень, нет, как бы точнее выразится, дается при завуалированности образа врага даются откровенные намеки, прежде всего во внешней форме это французские кепи, прежде всего в начале 30-х, это польские конфедератки, с Польши, Польша у нас сидит с занозой, вот память о неудачной кампании 20-го года, неудачной для нас, удачной для них, никуда не исчезает, по-моему, даже там и дипломатические отношения разорваны, а в естественно в середине 30-х, это уже вторая волна, идут значит стилизованные свастики, в 37-38-м шпионы или иногда морские офицеры неназванной державы появляются сильно узким разрезом глаз, Япония, дело идет к Халкинголу, ну и во второй половине 30-х фамилии у противника и название населенных пунктов явно намекают на Германию, и эти картины, надо сказать, ну, название у них врагу порога, война начинается, как это будет, ну, если завтра война, самый классический пример этого рода. И вот эти картины действительно, в отличие от агиток первой мировой, киноагиток первой мировой войны, пользуются, идут в прокате более чем успешно. почему? Опять по той же самой причине. Практически основной кинозритель, на которого делается упор, который наиболее податлив, да, для воспитания соответствующим необходимым государственным духе, это ребенок и подросток. Именно поэтому, между прочим, в 36-м году на месте межрапом фильма, на базе межрапом фильма, который расформирован, создается студия «Союз-детфильм». Единственная в мире специальная студия, создающая фильмы для детей. А какие там фильмы? А там, в общем, в основном это кино о подвигах детей во время гражданской войны, замечательный дум про казака Лото или совершенно там не получившиеся друзья из табора и так далее и тому подобное. Фильм про детей, которые разоблачают вредителей, поездят в Москву, высокая награда и так далее и тому подобное. Понимаете? И дети это смотрят. Они смотрят эти картины, где война идет на чужой территории малой кровью, где, скажем, где герои мечтают только об одном. Вот если, хорошо, если бы война, практически дословная цитата из фильма «Эскадрилья номер 5» или «Война начинается». Хорошо бы, если бы война началась в наше дежурство. В фильме «Танкисты» один танковый экипаж завоевывает всю страну-агрессор, под которой имеется в виду Агермания. И это смотрят, дети это смотрят, это запоминают правильно, потому что этим детям предстоит стать завтрашними солдатами. И новое, вообще, как вы догадываетесь, кино оборонное, кино о будущей войне исчезает, исчезает с конца 1939 года, когда подписан пакт Риббентропа-Голотова. Вот тогда, а тут же еще нейтралитет, договор о нейтралитете с Японией, и вот картины этого рода снимаются быстренько с экрана и выпускаются, как вы понимаете, 23 июня 1941 года, равно как Александр Невский, который тоже снимается. И если завтра война, и вот все антифашистские картины, типа там профессор Маммак семьи Аппенгейм, а где действие происходит, значит, в фашистской Германии, вот они выпускаются все заново 23 июня 1941 года. И тут же, естественно, начинается новая волна агиток, вот боевые киносборники. И опять же, что получается? Собственно, агитки, военно-инструктивные фильмы, ведь все это исходит из военного инструктажа. И, скажем, когда в 30-е годы, после 33-го наступает перерыв, в прокат не выходят оборонные фильмы о будущей войне, это не значит, что их перестают делать. Их делают, их делают, но делают их только специально для показа в вооруженных силах. Это фильмы, фильмы, инструкции, но чем более, чем, когда эта инструкция становится действенной, когда и придается игровой характер. И чем более удачный этот игровой характер, тем более это кино становится интересным массовому зрителю. Именно, собственно, так и происходит в 35-м году, когда, посмотрев такой фильм «Семь барьеров», игровой тоже предназначенный для показа в военных частях, Форошилу говорит, что вот это надо выпускать такого рода фильм, надо выпускать широкий прокат, вот это и происходит. И в начале войны вот это поколение приходит, идет на фронт, который воспитан на фильмах подобного рода. И опять же появляются вот такие агитки, с одной стороны это фильмы почти такого типа инструктажные, название мужества, приказ выполнен, патриотка и так далее и тому подобное. А с другой стороны это остроумные скетчи, аналог с агитками Первой мировой войны, там этого было достаточно, скетчи, которые становятся куда более популярны. Но где-то до конца 42-го года выпускаются эти боевые киносборники, состоящие из агиток. В начале 43-го года производство этих киносборников сворачивается, причем кое-что из уже сделанных по этой самой причине, потому что производство свернуто, не выпускается на экран. Интересно, что в том же время, в начале 43-го года окончательно снимается с экрана, если завтра война. это оказывается такое разительное несоответствие этого мифа будущей войны с исторической реальностью, что именно агитка не просто крушится, оказывается, что она оказывается, что именно агитка воздействие производит, совершенно незапланированное. То вспоминает не какой-нибудь диссидент, а на совещании в 42-ом году Алексей Сурков, автор песни «Сталин, наша слаба боевая», о том, как командир танка топит танк в воде, пытаясь перепрыгнуть через провал моста взорванного. Ты что? Он ссылается на фильм «Танкисты». Там же он видел, что танк может все. В общем, точнее всего, это, наверное, выразил замечательный наш писатель, фронтовик, правдоискатель Владимир Федорович Тандряков, в рассказе, который был опубликован уже после его смерти, Дона Анна. Там, угробивший свою роту вот таким же макаром, молоденький лейтенантик, когда его, значит, должны судить, кричит, судить и меня, но судить не меня, судить и того режиссера, который поставил «Естезавтра война». И тогда оказывается, что, скажем, самыми популярными картинами оказываются картины во время войны, особенно солдату, не картины, повествующие о боевых подвигах, а картины, повествующие о довоенной жизни и о тех, кто остался, кто ожидает солдата там дома. Поэтому, с одной стороны, это, естественно, два бойца, Машенька, «Жди меня» и стихотворение, и фильм по сценарию Симонова, который пользуется бешеной популярностью, актриса, которую на протяжении половины столетия филиппе Леонида Трауберга, актриса Леонида Трауберга, которую только ленивый не пинал на протяжении полустолетия, а выясняется, что это все-таки мастерски сделано и главное, необходимое тогда кино. Вот Клементий Минц вспоминал, как его картину Минц, известный наш сценарист, комедиограф, написавший сценарий многих знаменитых и по сей день комедий, вот, «У самого синего моря до осторожно, бабушка», вспоминал, как его поставленную картину «Приключения Корзинкиной» с Яниной Жейму, делал до войны, закончил, тут начинается война, какая там милая комедия с Жейму, естественно, должны были, она и тем более короткометражная, почти, класть на полку, показывает сам ее где-то в госпитале бойцам, бойцы, раненые, аплодируют, вообще происходит чудо, там те, кто не вставал, встает, те, кто молчал, говорить, начинает, это было настолько наглядно, что выходе, а тираже, картины, которые уже собирались запретить, ну, просто положить на полку, за несвоевременностью, распоряжение о выходе подписал начальник отдела агитации пропаганды ЦКВ КПБ Щербакова, не самый, можно сказать, мудрый и дальновидный человек, ну, отсюда же, скажем, самые популярные, именно из боевых киносборников рождается сериал про Антошу Любкина, именно вот эти скетчи порождают нового героя, да, то есть смехового героя, который побеждает свой страх смехом, и враг становится уже не так страшно, а вот эта комедийная строя была очень важна, а комедийная мелодраматическая, струя, что касается картин, призывавших идти насмерть, то, как вы понимаете, они оказывались абсолютно недействованы уже по одной простой причине, хочешь идти насмерть, можешь идти насмерть, не хочешь идти насмерть, ведь все равно, тебе никуда не деться, поэтому, сказать, сам этот пафос уже абсолютно не работал, абсолютно не работал, так, так, которое, кино, которое говорило о том, что, идя в бой, ты защищаешь возможность вернуться, и не только на пепелище, а тем самым уберечь свой дом, свою семью, и, может быть, получить шанс остаться в живых, и увидеть их, оказывалось наиболее действенным в качестве агитационно-патриотическом качестве фильма военно-патриотического воспитания, именно тогда, когда страна оказывалась не единым, не единой военной, не целостной военной единицей, а большим домом, когда не военная иерархия, а семейные отношения начинали превалировать, вот интересно же, да, Сталин обращается вдруг в своей знаменитой речи через две недели после войны, обращаются не товарищи, там, сержанты и старшины и так далее, а как соотечественники, братья и сестры, вот тут он уже забывает, что он Сталин-отец, лучше не напоминать, вот, он один из, и остальные ему равны, абсолютная замена на это ощущение всеобщего семейного братства и сестрества, понимаете, а вот одна маленькая подробность, которая тоже, может быть, будет вам интересна, что касается оборонных фильмов о будущей войне, как жанр, да, причем жанр, не имеющий прецедента, по-моему, в мировом кино, единственное, что мне удалось обнаружить, была такая, естественно, до, снятая еще до Второй мировой войны, японская игровая картина «Вертится земной шар», это был фильм о грядущей войне, естественно, с Соединенными Штатами Америки, больше ничего подобного, ни в кино третьего рейха, ни тем более в Голливуде, про фильмы про будущую войну никто не снимал, не снимали, как вы понимаете, и после окончания войны. И жанр этот умер, и слава Богу. Но вот интересен побочный росток, который он дал. Именно в этом жанре, именно в этом люди, делавшие этот жанр, именно из эстетики этого жанра фильма о будущей войне вырастает классическая советская кинофантастика. Понимаете, вот все это мастерство, изощренное мастерство комбинированных съемок, комбинированных трюков, оно как раз потом дало эффекты именно в научно-фантастическом жанре, и делали их те же самые люди. Ну вот, существует такая крайне занятная, естественно, с точки зрения техники, технических приемов, картина 1933 года «Город под ударом». Там главный, финальная сцена это атака империалистической авиации на Москву и там с помощью прожекторов, мощных прожекторов ПВО, их там сбивают с курса и, естественно, уничтожают в один момент. Сделано это технически виртуозно. Кто художник-постановщик? Юрий Швец. Тот сам Юрий Швец, который три года спустя поразит всех мастерством комбинированное изображение всевозможных приемов в космическом рейсе классической советской фантастической картине Мосфильмовской Василия Журавлева. Вот еще одна картина, вообще, как интересно там эти мотивы фантастики влезают. Неустрашимые одного из создателей, вообще родоначальников этого жанра фильма о будущей войне, в будущем создателя, одного из создателей фильма «Еси завтра война» Лазаря Альцеполовского. 37-й год, значит, наши размещают свой штаб в католическом монастыре на захваченной территории противника. И командир вешает одежду, там какой-то глазок, монахини спускаются в подвал, открывают какой-то ящик, там передающие устройства в штабе врага, включают телевизор 37-й год, и враги видят все и слышат, что происходит в штабе советских войск. Ну, что, конечно же, не мешает авторам в финальной сцене показать решающую роль советской кавалерии в будущей войне. Так вот, интересно, что там с первого же кадра, там такая работа, прямо мчащиеся на аппарат всадники, и вслед за ними вырываются из глубины кадров вслед за всадниками титры. Уже одно здорово. А ничего удивительного, потому что оператор этой картины, это Павел Клушанцев, создатель легендарный, вообще один из самых знаменитых мастеров комбинированных съемок на космическую тему в научно-популярном кино, а вообще большинство этих картин, между прочим, снято было, не на, снимались на студиях научно-популярных фильмах, которые тогда назывались студии техфильм, мост техфильм, лент техфильм. В немецком кино как раз все и ограничивалось только фильмами, специальными фильмами-инструкциями, научно-популярными фильмами для войск. Это были чисто технические инструкции. Что касается игрового кино, они предпочитали все эти сюжеты о извечном противостоянии арийцев, прочим неприятным расам, американцам, пошлым французам, пронырливым интриганам, англичанам, переносить прошлое. Ни одного фильма, ни одного намека на сюжет будущей войны в игровом кино в фильмах Третьего Рейха не было. Было несколько картин на русскую тему. Вообще развернулись они с помощью коллаборационистов в картинах, которые делали специально для русского, для советского зрителя, не только для русского, для украинского зрителя на оккупированных территориях. Там были, там были такие ключконосы, евреи, комиссары, которые угнетали русские народы и немецкие солдаты-освободители, которые приходили и приносили ему счастье. Ну, кстати, надо сказать, что по эстетике эти агитки абсолютно не отличались от тех, которые делали в Советском Союзе. Вот, но в фильмах для широкого проката, для своего германского зрителя ничего подобного не было. Почему тут, я не знаю. но не было. Вот, так же, как, скажем, не было у них в Третьем Рейхе фильмов, где какой-то актер играл бы Гитлера, в отличие от изобилия игровых фильмов, где появлялся товарищ Сталин, сыгранный тем или иным актером. Нет, не было. Не было ничего похожего. У японцев вот удалось найти этот «Кончится земной шар». У фильмов Третьего Рейха нет, не было. Впрочем, ну, и американцы для своей документальной серии «Почему мы сражаемся» привлекли к ее созданию крупнейших мастеров игрового кино, действительно, великих художников кино, от Фрэнка Капры там до Джона Форда и у Илья Муайера. Понимаете, да, для придания художественной убедительности. Тем более, что американцам это, с одной стороны, было легче, а с другой стороны, было сложнее, потому что оторвать рядового американского обывателя, вырвать его из насиженного гнезда и послать куда-то в Европу воевать за что? Вот утверждение гуманистических, демократических идеалов. Вот мы сражаемся с Гитлером, вождем тоталитарной страшной системы. Вот у них, между прочим, в это время было, после того, как вступила в войну, объявила себя воюющей стороной против Германии Штаты, было достаточное количество антифашистских картин, они снимали «Седьмой крест» по Ане Зеггерс, вот такая картина о борьбе с оккупантами в Норвегии «Край тьмылью» из Самойл Стоуна, автора экранизации знаменитой романа Ремарка «На западном фронте без перемен» 30-го года, вот «Дети Гитлера» Эдварда Дмитрика, все это было достаточно наивно, ну вот противопоставление противопоставление гитлеровской тетрадарной системе, очаровательная картина Диснея, получившая Оскара в 42-м кажется году, «Дети Фюрера», простите, «Лицо Фюрера», где Дональду, которому что-то вроде стало нравиться Адольф Гитлер, приснилось, что он становится жителем Германии и встает с воплем «Хайль Фюрер», «Хайль Папа Фюрера», «Хайль Мама Фюрера», «Хайль Се Семейство», выясняет, что он должен ходить все время по команде существовать, значит, его существование регламентировано, и именно ужас от регламентированности существования доказывает Дональду, как и любому рядовому американцу, насколько страшен порядок, который пытается принести миру Адольф Гитлер со своим Третьим Рейхом. Думаю, что это было убедительно. И сейчас, надо сказать, смотрится убедительно. Субтитры создавал DimaTorzok